Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы поговорим о том, какие анализы задают мужчины при планировании беременности или при наступлении беременности. Во-первых, это анализы на самые неприятные инфекции, такие как сифилис, спид, гепатита B и C. Также те инфекции, которые могут серьезно выявить ребенку во время беременности. Это краснуха, это различные типа герпеса и так далее. Этот перечень объединяется как торч-инфекция. Берется кровь из вены натощак и проверяется на наличие этих инфекций. Второе, это мазки. Мазки берутся, во-первых, на воспалительную реакцию, это общий мазочек на флору, и во-вторых, берутся на каждую из инфекций в отдельности. Это пациентр анализа, вот такой вот проберочек. Там смотрятся все инфекции, желательно наиболее полным набором, включающие, например, хламидию, микоплазму, реоплазму и так далее. Здесь чем полнее будет набор, тем лучше, потому что любая из инфекций во время беременности может обостриться, даже та, которая протекает в скрытых состояниях, и дать ряд осложнений. Поэтому я рекомендую обратившимся ко мне, сдать, конечно, наиболее полный набор. Он составляет в сумме 38 различных показателей, включая и вирусы папилломы человека и так далее, чтобы полностью обезопасить будущего ребенка. Также сдается группа крови ресус-факта, что важно для резус-совместимости с матерью-ребенка, ну и по необходимости, в случае отсутствия удачного зачатия и так далее, в случае, если имеется угроза возрастная или другая, что плод будет неполноценен, то сдается спермограмма, сдается тест на совместимость, сдается половые гормоны и так далее, то есть ряд уже специфических анализов, которые направлены на выявление патологии у мужчины, которая появляется либо врожденная, либо с возрастом. Все эти анализы вы можете при планировании беременности сдать в нашей клинике в платный КВД. У нас принимают грамотные урологи-андрологи, которые в течение однократного вашего визита могут забрать практически все анализы. Для этого нужно подойти в клинику натощак и, соответственно, не мочиться перед приемом полтора-два часа. Это будет, соответственно, мазочки, это будет кровь, ну и через некоторое время, в случае необходимости спермограммы. Как правило, необходимые анализы выполняются в течение одного-двух дней, поэтому при необходимости обследования при планировании беременности, либо наступления беременности. Ждем вас в нашей клинике. Спасибо за внимание.